Всем привет! Меня зовут Лиса и сегодня у нас на повестке дня нечто очень интересное. Знаете почему? Потому что у меня есть вот это. И если вы подумали, что это доширак и я сейчас планирую его есть, я вас разуверю. Не уверена, что существует такое слово, потому что это не доширак. Это корейская косметика от местного доширака. В общем, сегодня я буду делать обзор на странную корейскую косметику, которую я нашла в Корее. Как вы знаете, корейская косметика это очень хорошая косметика. А что если я скажу вам, что в Корее она не только хорошая, но еще и реально очень странная? Сегодняшние упаковки, которые я вам покажу, сегодняшние наполнения, которые я покажу, сегодняшние вообще средства, которые я вам покажу, они реально суперкрутые и суперстранные одновременно. Поэтому просто без лишних слов ставьте обязательно лайк на это видео, потому что когда вы ставите лайк, я радуюсь. А когда я радуюсь, я думаю, что вы радуетесь. И вообще мир, любовь, BTS. Я не знаю, к чему я это сказала, но почему бы и нет. И подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Тык. Включайте в себя уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Самая первая в странной корейской косметике это вот эта вот. Зацените просто эту упаковку молока. И эта упаковка молока осветляющий крем ночная маска. Это крем, который мы должны наносить на ночь. Вот так вот выглядит этот молочный крем. Зацените. Таки просто милейший дизайн. Но единственная в чем проблема. Проблема в том, что я так сильно не хотела доставать его ровно до того момента, пока не покажу вам это на видео, что сейчас воспользоваться ночным кремом я не могу, потому что сейчас как бы день. И я села снимать видео, а надо ложиться с ним спать. Поэтому этот ночной крем я протестирую сегодня, то есть в день выхода этого видео в своем инстаграме. Так что обязательно, если вы хотите узнать, каков этот крем, заходите в мой инстаграм, подписывайтесь на мое уведомление в инстаграме и следите за моими инстаграм сториз. Я обязательно расскажу вам про этот крем все, что я думаю. Следующее это линзы BTS. Короче, маленькая предыстория, если вы вдруг еще не смотрели мое видео, где я делаю распаковку моих покупок из Кореи. В каждой упаковке вот этих вот линз, а эти конкретно линзы из серии Boyless Love, в каждой упаковке находилась картинка одного из мембров BTS. И какая картинка попалась мне здесь, вы можете узнать, если посмотрите это видео. А если вы помните, то напишите, кто мне попался. Сейчас же я просто хочу их примерить. Мне очень интересно, насколько они будут хорошими. Поэтому давайте начнем это видео с того, что я надену линзы. Вот там вот находится серо-голубая линза, а вот так вот выглядела сама упаковочка. У меня есть вот такие вот щипчики. Они были в комплекте с линзами. Так, это очень ответственный момент. Главное не зафакапить все, что возможно. Да, мне кажется, эти линзы чисто просто взяли, знаете, цвет моих глаз. Какое высокое чество у человека. И просто скопировали, встали, ввели, потому что эта линза на 100% лолосов падает с моими глазами. Заценить поближе. Просто линза есть, линзы нет. Цветы один в один, только глаза стали визуально больше. Но это тоже, так сказать, отличный эффект. Прикольно. Не знала, что кто-то из моих выборов BTS использовал в этом клипе мой цвет глаз. Так, я надела линзы. Теперь самое важное будет это выбрать тональный крем. У меня здесь, собственно, два варианта. Один вариант это доширак. Второй вариант это вот такой вот тон с котиком. Я не знаю, на самом деле, какой мне выбрать. Поэтому я выберу просто рандомно... Какой я выберу рандомно какой-нибудь? Ладно, я... Короче, я свалила иззади спины моей каким-то рандомным образом. Просто уронила. И сейчас я вытащу тот, который будет с правой стороны. Вот моя правая рука, вот моя правая сторона. И просто тот, который сейчас с правой стороны есть, я вытащу. Котик! Выпал котик! Что ж, значит, сегодня буду тестировать тон, который выглядит как вот этот вот кыська. А тот, который нам не выпал, я сегодня же буду тестировать в инстаграме. Такое уж сегодня, видимо, у нас будет правило. Тестируем продукцию, которая не зашла сегодня здесь, в инсту. А я пока нанесу тональный крем с кысой. Очень маленькая кошечка, я просто кайфую. Естественно, я купила этот тон только ради упаковки. А вот это, нет, открой, нет. Вот это, нет. О, да. Там кот! Там кот! 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 Смотрите, это кот! Мой миленький маленький кот! Но знаете, на самом деле, это какое-то лютое извращение, потому что сейчас я должна буду взять вот этот вот спонжик и просто бить, получается, кота по морде. Я не хочу так поступать. Ладно, я буду очень нежно прикасаться к этому коске. Так, как будто я прикасаюсь к бенгальскому коту по имени Евил. Евил это мой кот. Я называю его Евил, потому что на самом деле он Эйвил. А если выточнить, то Евил в переводе означает зло. Кто-то давно смотрит, меня наверняка вспомнили, что это та самая пенистовая маска из моего первого влога про Корею. Хочу сказать, что, во-первых, это пенистовая маска, которую я покупала, когда это было в апреле. Она оказалась топовой. Ее уже нет. Я сейчас там храню ватные диски, смоченные в мицеллярной воде. Это такой очень крутой лайфхак, потому что очень удобно пользоваться ватными дисками, которые уже смочены в мицеллярке и лежат в какой-то емкости. Мне очень понравилось это средство. И поэтому теперь, когда я пользуюсь вот этим вот кушаном, несмотря на то, что цвет, конечно, не совсем мой, он более светлый, но тем не менее он достаточно неплохо лег, как я считаю, особенно учитывая то, что он реально достаточно светлее, чем моя кожа, я считаю, что этот кушан был реально супертоповый. Недаром тут кот. Знаете ли, вот там есть, где кот, там всегда все хорошо, потому что коты, они как бы плохого не посоветуют. Коты это не козлы. Но, пользуясь случаем, маленький факт обо мне. Я очень люблю козлов. Мне нравятся их поехавшие глаза. Они такие бешеные. Я бы хотела, чтобы у меня были такие поехавшие глаза. Я была бы крутой козел. Прежде чем приступать к макияжу глаз и бровей, как я обычно это делаю, я хочу начать вот с этого. Как вы думаете, что это такое? Вот напишите ваше предположение или просто подумайте, что это такое. Потому что это... Румяшечки. Румяшечки, которые выглядят в точности как лак для ногтей. И, конечно, когда я это увидела, я поняла, что я должна это взять. Без понятия, как этими замечательными румяшечками пользоваться. Но предполагаю, что как-то так... У-у-у, какой цвет! А-а-а, офигительный цвет! Офигеть, они пахнут жвачкой. Они прям, знаете, пахнут вот баблгамом таким розовым. Ну, собственно, подсвет собственного средства. У-у-у, щука, как мне это нравится. Офигительное средство. Жаль, что я купила всего лишь одно. Надо было сразу там все цвета брать. Тем более там акции, как обычно, скидки в Корее, знаете ли? Когда ты что-то покупаешь в одном экземпляре, ну, ты просто какой-то изгой. Потому что купить там что-то в одном экземпляре нереально. Тебе подсовывают еще и еще и еще. Она выглядит супер естественно. Но при этом я очень надеюсь, на камере вы это тоже видите. Когда я смотрю в зеркало, я понимаю, что у меня реально появился цвет на лице. Что она не просто блинная, вот эта вот светлая от кушона. А еще и с разодюркой. Я поняла, что я дурак. Потому что я не показала вам в самом начале вот это. Знаете, что это? Это такое средство, которое мне дали в подарок за покупку чего-то там. Может, даже не помню, чего. Я без понятия, что там. Но я обещала себе сама, что я это вначале использую. Три маски мне дали в подарок за какую-то покупку. Я даже не помню, за что. Но просто три маски. Поэтому эти маски идут куда? Туда. В инстаграм идут они. Я не знаю, что это, но это тоже из той же коллекции с дешираками. Поэтому предлагаю просто сейчас открыть это и это. И посмотреть, что там находится. А потом уже принять какие-то решения. Ну все. Это точно в инсту пойдет. Это красные румяна. Зацените. Помните, я еще очень давно говорила, что я безумно поехавшая по красным румянам. Офигеть, я так люблю красные румяна. Они реально красные. Вай. Офигеть. Ну блин, у меня сейчас красные румяна вообще не в тему сюда. Не буду, короче, их использовать. Но это пойдет в инстаграм тоже. Сорян, ребят, сорян. Но придется вам зайти в мой инстаграм, если вы хотите продолжение всего этого. И вторая упаковка с сыром что-то. Это... Охренеть. Это тинт для губ. Ааа, боже, почему это так топово? Может он будет пахнуть сыром? Знаете, будет так странно. Охренеть, он вообще кислотный. У меня такое чувство, что он пахнет сыром. Но таким, знаете, совсем слабым сыром, что я не ощущаю. А может в составе есть еще перец? Если там есть перец, то тогда получается будет еще эффект увеличения губ. Потому что, ну раз уж такая горячая коллекция, может реально там перец есть? Ммм, а вот там ничего нет, обычный тинт. Но, блин. Короче, это пока отложу на потом, потому что губы я обычно делала в самом конце. И мы сегодня с вами обязательно его протестируем. Тинт просто охренеть. Слушайте, я не знаю, как вы, но я реально очень ведусь на упаковке. Мне всегда очень нравится что-то очень креативное, очень необычное. Поэтому, когда я вижу что-то вот такое вот странное, мне случается отвал башки, и я это покупаю. Ну, как бы просто вот на меня сейчас прям смотрит помада с Hello Kitty. Помните это видео, где я показывала вам косметику из Японии? Там вот накупила чисто тоже косметики с очень странными дизайнами и пользуюсь. Что ж, наступило время приступить к теням. Конечно же, сейчас я покажу вам палетку теней. На фоне всего остального она выглядит просто максимально обычно. Потому что она выглядит как-то вот так, согласитесь. Тени и тени, но... Цвета! Зацените цвета! Пастельные, но в то же время яркие цвета. Сегодня хочу делать максимально странный макияж глаз. Поэтому, вот когда я увидела эту палетку, я просто поняла, что хватит делать макияж обычный. Давайте сделаем что-нибудь максимально долбанутое. Поэтому, без лишних слов, залезу в розовые тени, просто чтобы проверить. Тень есть. В сиреневые тени, чтобы проверить. Тень есть. В голубые тени, чтобы проверить. Тень есть. И в желтые тени, чтобы проверить. Тень. И тень есть. Не сказать, что это прям лучшая пигментация моей жизни, но тень есть. Можно и поесть. Знаете, это чувство, когда ты хотела сделать просто офигительно крутой топовый макияж Но у тебя теней не видно на глазах вообще Попробую, ладно, просто взять розовую тень вот эту вот Нанести ее прям на верхние века пальцем Ситуацию это не спасает Давайте попробуем с фиксатором, конечно, влажным способом их наносить Прям на вот этот спонж, который шел в комплекте Сейчас попробую сначала на сухую Но что-то мне подсказывает, что не получится тут ничего сделать толкового Ну да, блин, я реально расстроилась И знаете, такой хереный макияж хотел сделать, по-другому даже сказать не могу Мне просто подвели тени Ну вы же такие красивые были, вы что, издеваетесь? Ладно, сейчас возьму фиксатор, попробую, но я расстроена Ладно, когда ты с детской косметикой делаешь макияж и страдаешь такой вообще интересной фигней Но когда ты все-таки берешь косметику, которая для тени приспособлена и должна быть хоть как-то пигментирована Это обидно Так, начало века я хотела сделать зелененьким Может зеленый, конечно, лучше будет, но я чуть сомневаюсь Прям вот сюда вот хотела добавить немного зеленого Ладно, зеленый хотя бы как-то видим, хоть как-то Ладно, это уже радует Так, с макияжем глаз с помощью этих теней Это максимум, который я могу сегодня вам показать Просто потому что вообще вот что ни делай Даже при помощи фиксатора не работают эти тени Они вот такие вот, какие они есть Максимально полупрозрачные Возможно, конечно, для кого-то это хорошо, но в моем случае для меня это скорее минус Но я не буду отчаиваться, потому что у меня есть идея, как сделать этот макияж офигенным Макияж глаз, вот этот вот отвратительный макияж, как сделать его офигенным Но для начала давайте воспользуемся тушью Потому что тушь так или иначе спасет ситуацию Как-то минимально Смотрите, что у меня есть У меня есть два средства Первое, это вот такой вот керлер Когда я была на съемках для Maybelline Их визажистка, которая меня красила Она очень сильно жаловалась на то, что у нее сломался вот этот вот керлер И ждала, когда ей его привезут из Америки Я спросила, почему ты так переживаешь из-за керлера Она сказала, что вот этот вот керлер такого формата Это лучший керлер вообще просто ever Я, когда его увидела, поняла, что надо его взять Поэтому давайте протестируем этот керлер Потому что для меня это, конечно, очень странная штука Но, возможно, она прямо кажется супер топовой Давайте попробуем Не, все-таки мне обычно керлер нравится гораздо больше Прям гораздо больше Этот, я не понимаю Он даже ресницы не завевает толком Да не-не-не Может быть, конечно, в Америке, о котором она говорила То, что у нее сломался, это другой керлер Но этот, что-то мне как-то вообще не зашло максимально Такое чувство, знаете, что если тебе просто ресницы сейчас нафиг себе вырву Очень стремно Я думаю, на камере это тоже выглядит стремно Но и делать это тоже очень стремно Нет, короче говоря, такое Ладно, пока что-то какая-то, знаете, минутка разочарования на глазах Хотя линзы BTS мне на самом деле очень понравились Так, следующий этап Это тушь для ресниц Вот сейчас я возлагаю на это средство такие огромные надежды Потому что, когда я вам покажу эту магию Вы просто охренеете от происходящего не иначе Я вам обещаю Смотрите Пока что это кажется тушью обыкновенной Но чудеса начинаются сейчас Все еще не понимаете, в чем прикол? А если так Когда ты поворачиваешь вот эту штуку То щетка меняется Видите, она меняется И ты можешь в итоге настроить ее так Как нравится тебе От вот такого-то зогнутой До средней До длинной Тут несколько режимов Просто не знаю, что смотреть Поэтому вообще возьму и нанесу тушь Этот глаз я буду наносить последним режимом То есть таким свернутым И я думаю, даже ничего не надо говорить Потому что так все очевидно Это охрененно Она очень топово разделяет И очень топово удлиняет Ну вообще жесть Вот честно У меня до последнего были сомнения на тему этой туши Потому что уж очень она странная Но это реально супер круто выглядит Просто посмотрите на эти нарощенные ресницы Которые не нарощенные А просто результат действия вот этой вот туши Эта тушь Официально моя новая любимая тушь Как это вообще возможно? Почему такие огромные глаза стали? Теперь давайте попробуем Выкрутим на первый режим И сравним Первый режим Обмакну ее, чтобы все было справедливо Так, а здесь у нас Я не знаю Они какие-то более пушистые Чем на левом глазу Но при этом тоже супер длинные Но эти прям более пушистые Вот эти мне нравятся больше Но тоже круто я хочу отметить Вот такие вот реснича Реально какой-то кукольный эффект глаз появился Даже уже не так бросаются в глаза Насколько отвратительные тени были до этого И насколько я сильно расстроена Что ж, сейчас ресницы немного подсохнут Я обязательно вытру ватной палочкой Все лишнее И мы с вами приступим к тому Чтобы доделать этот макияж век И сделать из него какую-то конфетку А не оставить как есть Пока же, что все это сохнет Я предлагаю попробовать пудру использовать Просто посмотрите, во-первых, сюда Вы сейчас офигеете Вам кажется, это тальк? Да, похоже И пахнет так же Но это пудра для лица, не тальк Я даже проверю на всех случаях Да, это пудра А, тальк, пудра Пудра ты или тальк? Господи А, вот я тупая Господи, здесь нужно было вот эту штуку Стристи Ну и наклейка Дурацкая наклейка Самая дурацкая наклейка ever Не, вот правда Вот как эту наклейку оторвать? Она вообще не отклеивается, нифига Ладно, тут есть маленькая дыра Вот эта вот маленькая дыра Сейчас из этой маленькой дыры Я буду насыпать вот эту вот Идемку для рассыпчатой пудры Смотрите, как все предусмотрено Реально, вот пуховочка Вот отсек для пудры Которую ты сам себе сюда насыпаешь Столько, сколько тебе нужно Ножницы, ножницы Итак, берем И насыпаем У-у-у-у Это реально круто Я не знаю, почему мне это нравится Но мне это нравится Допустим, я вот совсем немножечко насыпала Предположим, я взяла Пудру И туда ее натряхла Реально прикольно Мне нравится На самом деле ничего необычного Просто обычная пудра Просто играемся как можем Не, ну пудра, которая выглядит Как детская присыпка И которую нужно самостоятельно Доставать Что-то там насыпать Казалось бы, зачем так много Лишних телодвижений Но это же прикольно А пудра сама по себе Оказалась очень хорошая Сейчас, когда я стояла перед выбором Что же мне сделать дальше Продолжить макияж Век Или, возможно, сделать контуринг Я поняла, что Или сделать брови У меня есть два еще вот таких вот средства Сейчас я вам покажу поближе Что есть, что из этого Для начала я покажу вам Средство для бровей Это реально выглядит как Маркер Вообще огонь Посмотрите Ну вот просто Это легально Я считаю, что это совершенно нелегально При этом ты вот так вот берешь Открываешь И бать И тут просто туш Для бровей Вот прикиньте Такую же косметику Можно реально с собой в школу брать Там в спокойной классе пенала На рабочий стол Никто никогда не поймет Что у вас это, блин Не средство для макияжа Ладно Коль застучим Раз еще достала Давайте прочешем брови Вообще эффект какой-то какой-то есть Почему ничего не видно Ладно Вот так вот Если нанести Видно Если распределить Тоже А, кстати, не, нормально Нормально Опа Смотрите, как круто Кстати говоря Очень похоже на туш Для бровей От BT21 Помните, я тестировала Сто лет назад еще Я не скажу, что мне такое средство Удобно в нанесении Хотя сначала Я когда еще давно Попробовала Как раз BT21 Подумала, что это лучше Но потом я поняла Что все-таки Мне, наверное, привычнее Обычным самым Прозрачным гелем Фиксировать И рисовать брови карандашом Но это вообще Реально уже вопрос Фокусовщины В целом Очень круто окрашивает брови Они реально стали светлее Чем были И я думаю Вы сами все это прекрасно видите У меня брови правда посветлели Вот Второе средство Которое я хотела вам показать Одна тушь Вот эта Которая мы с вами Протестировали А вторая Соответственно вот эта И я реально совсем о ней забыла Пока сейчас не коснулась Этого средства для бровей Что ж Это тоже пойдет в наш инстаграм Но хочу показать вам ее поближе Сейчас обалдеете Она выглядит как серебряный маркер Во Ну блин Ну это просто Я не знаю Ну что за гениальный дизайн упаковки Я правда не знаю Какое мне нравится больше Оранжевое или серебро Но они, согласитесь Выглядят одинаково круто Эти глаза просто Эти брови Ну как это круто выглядит Что ж Придется тушь тоже убирать В нашу пачку с инстаграм Чувствую Там в инстаграме отдельное видео Будет вот это все добро А теперь приступаем К контурингу Зацените упаковку Она похожа на инстаграм Она похожа на инстаграм Вопросы про инстаграм И сам контуринг Выглядит вот так вот Здесь уже упаковочка Не такая примечательная Как все остальное Но в целом И я не могу сказать Что она какая-то плохая Но контуринг Выглядит очень странно Он выглядит как Три горизонтальные полоски Посередине которых Находится хой лайтер И в комплекте Еще вот такая вот Маленькая кисточка Сейчас я это все Нанесу на лицо Надеюсь оно будет неплохим Правда я совершенно не понимаю Как это наносить Но по идее Вот так и надо Ой фу Воняет какой-то фигней Нет Контуринг совершенно невнятный Конечно попробую нос Может на нос Это подействует лучше Может вообще для носа Потому что типа Две вот эти вот Темные линии односветные Прям вот так вот сделаю Не поняла Прям вообще ничего не буду Больше даже тратить На это свое время Эта штука мне совершенно Непонятно И как контуринг Совершенно не состоялась Так что фу На тебя вонючка Мало того что воняет Так еще и не работает Ну можно было бы простить Вонь если бы работала И можно было бы простить Не работая Если бы это пахло так Как будто ангелы На тебя с ней зашли Чего В общем нет Фигня Теперь вопрос О продолжении макияжа глаз В Корее я накупила Кучу вот таких вот стикеров Которые вообще используют Для всяких блокнотов Но я это буду использовать Для того чтобы делать Креативные макияжи И сейчас я хочу На мое верхнее веко На это и на это Налепить кучу Вот таких вот сердечек И чтобы получился Такой прикольный Пастельный макияж Так возьму Вот это вот большое сердце Прилеплю его сюда Зашибись просто Кстати уже стало По-моему гораздо приятнее И теперь все-таки Попробую тогда сделать синие Потому что синие сердечки Самые яркие оказываются Что ж И теперь у нас остается Выбрать помаду Смотрите Какие помады Варианты у нас есть Вариант номер один То что я вам уже показывала Вариант номер два Который выглядит вот так вот Давайте его вскроем Посмотрим что там вообще Как это круто пахнет Обалдительно пахнет Вот такой вот вариант помадки И еще один Который выглядит тоже безумно круто Это вот такой вот Выгляд как реально замазка Наверняка в школе Вы пользуетесь этим всем И вы не верю Как вообще жить с таким Смотрите какая крутая замазка Это тинт И тинт Он самый странный Поэтому сегодня давайте Протестируем именно его На ютубе А все остальное В инстаграме Ну вы уже знаете Если он вообще выдавится Он выдавливается чисто красным цветом Я сначала нанесу его сюда Чтобы понимать Ага Надо быстро наносить И быстро растушевывать Что сказать Макияж Шикарный Кроме тени Тени вообще фу Все остальное Безумно крутое Я не знаю Оцените этот макияж По шкале от 1 до 10 Насколько он вам нравится Насколько вам не нравится Мне кажется У нас получился реально Очень необычный Очень крутой образ Он конечно странный И далеко не на каждый день А впрочем Знаете ли Живем в современном мире Можем себе позволить И такое Ставьте лайк на это видео Подобно моим сердечкам На щечках И подписывайтесь на мой канал Если вы еще не подписаны И всем спасибо за просмотр Всех я целую Всех я люблю И всем пока До новых встреч Помните Что любовь это важно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok